Всем привет! Продолжаем знакомиться с Кудой, с технологией Куда, с программированием графических процессоров. Ну, и я знакомлюсь вместе с вами, поэтому и была взята за основу книга, которая называется Куда в примерах введения в программирование графических процессоров. Авторы Джейсон Сандерс и Эдвард Кендрадт. Да, ну, это за основу. Потом, когда-нибудь, когда пройдем всю книгу, я думаю, мы будем уже много чего понимать. А действительно, эта книга очень хороша, потому что шаг за шагом, глава за главой или под главой приходит более-менее понимание всего этого года. Поэтому советую не перескакивать, а смотреть все по очереди. Либо приобрести книгу и прочитать все самому. Ну, да ладно. Продолжим. Итак, сегодня. Сегодня мы рассмотрим скалярное произведение. Но! Не просто скалярное произведение, а еще рассмотрим, что такое разделяемая память и синхронизация. До сих пор единственным побудительным мотивом расщепления блоков на нити было стремление обойти аппаратные ограничения по количеству одновременно работающих блоков. Это довольно слабая мотивация, потому что исполняющая среда CUDA могла бы и сама справиться с этой задачей. Но есть и другие причины. Язык CUDA C представляет в расположении программы так называемую разделяемую память. С этой областью памяти связано еще одно расширение языка C, близкое к ключевым словам Global и Device. Где-то нету девайса. Ну, вы помните, есть Global, есть Device. Так вот, еще такое ключевое слово SHARED. Если в объявлении любой переменной добавить ключевое слово SHARED, то эта переменная будет размещена в разделяемой памяти. Но зачем это нужно? Компилятор CUDA C обрабатывает переменные в разделяемой памяти иначе, чем обычные переменные. Он создает копию такой переменной в каждом блоке, запускаемом на GPU. Все нити, работающие в одном блоке, разделяют эту переменную, но не могут ни увидеть, ни модифицировать ее копии, видимые в других блоках. Это создает прекрасный механизм взаимодействия и кооперации нитей, находящихся в одном блоке. Кроме того, буферы разделяемой памяти физически находятся в самом GPU, а не в DRAM, то есть в динамически запоминающем устройстве вне кристалла. Это означает, что время задержки при доступе к разделяемой памяти существенно меньше, чем при доступе к обычным буферам. То есть разделяемая память играет роль внутриблочного программно управляемого кэша. Перспективы взаимодействия между нитями должны вас вдохновлять, нас они тоже вдохновляют, но ничто в жизни не дается бесплатно, и межнитевое взаимодействие это не исключение. Если мы хотим, чтобы нити взаимодействовали, то необходим механизм синхронизации. Например, если нить А записывает какое-то значение в разделяемую память, то нить Б что-то с этим значением должна сделать. А нить Б что-то должна с этим значением сделать, то нить Б не должна приступать к работе, пока нить А не сделала свое дело. Без синхронизации возникла бы гонка, и правильность результата оказалась бы зависящей от недетерминированных особенностей работы оборудования. Итак, рассмотрим пример, в котором эти средства используются. То есть, разделяемая память и синхронизация. Ну и разберем, что это все такое. Итак, в предыдущих главах мы успешно справились со сложением векторов. И теперь займемся их скалярным произведением. Иногда эту операцию называют также внутренним произведением. Вкратце напомним, что такое скалярное произведение. На случай, если вы не знакомы с векторной алгеброй, ну или забыли. Банально просто забыли. Вычисление состоит из двух шагов. Сначала мы перемножаем соответственные элементы двух входных векторов. Это очень похоже на сложение векторов. Только вместо операции сложения занимает операция умножения. Но вместо того, чтобы сохранять результаты в третьем выходном векторе, мы суммируем их и получаем при этом скалярную величину. Но, к примеру, давайте умножим два вектора из четырех элементов. То есть, вот так вот. Х1, х2, х3, х4. Один умножаем на второй. х1, х2, х2, х3, х4. Равно х1. Где тут х1? Плюс. Ёлки-палки. Надо было вот так вот. Не, надо вот так вот. Что-то такое должно получиться так. Х1, у1. Дальше х2, у2. Х3, у3. 4, 4. Вот. Наверное, алгоритм, который мы собираемся применить, вам уже понять. Первый шаг выполняется точно так же, как и при сложении векторов. Каждая нить перемножает пару соответствующих элементов, а затем переходит к следующей паре. Поскольку в результате должна быть выдана сумма попарных произведений, то каждая нить сохраняет сумму произведений тех пар, которые обрабатывала. После обработки очередной пары, индекс увеличивается на величину, равному общему числу нитей. Так, что ни один элемент не будет пропущен, и ни один не будет обработан дважды. И вот как выглядит код первого шага вычисления скалярного произведения. Вот этот код. Как вы видите, мы объявили буфер в разделяемой памяти с именем кэш. То есть шарот уже нам говорит о том, что эта память разделяемая. В этом буфере будет храниться частичная сумма, вычисленная данной нитью. Вскоре мы увидим, почему мы так поступили. А пока рассмотрим сам механизм. Объявить, что переменная должна находиться в разделяемой памяти, очень просто. Точно так же, как в стандартном C, вы говорите, что переменная должна быть static или volatile. Точно так же и здесь. Мы говорим, что переменная должна быть в разделяемой памяти. И добавляем шарот. Мы объявляем массив размером thread-per-blocks. Так, чтобы у каждой нити в блоке было свое место для хранения временного результата. Напомним, что при выделении глобальной памяти мы принимали во внимание все нити, исполняющие ядро. То есть размер области вычислялся как произведение thread-per-blocks на общее число блоков. Но поскольку компилятор сам создает копии разделяемых переменных для каждого блока, то нам нужно выделить лишь столько памяти, чтобы у каждой нити в блоке был свой элемент. Выделив разделяемую память, мы вычисляем индексы элементов данных так же, как и раньше. То есть эта формула вам уже должна быть знакома. Порядок вычисления переменной tid знаком. Требуется объединить индексы блока и нити так, чтобы получилось глобальное смещение от начала входного массива. В качестве смещения от начала кэша в разделяемой памяти используется просто индекс нити. Еще раз повторим, что индекс блока в этом смещении не участвует, потому что у каждого блока имеется своя частная копия разделяемой памяти. Область памяти, выделенная под кэш, инициализируется, чтобы впоследствии можно было просуммировать все элементы массива, не опасаясь, что там находятся бессмысленные данные. Может случиться, что будут использованы не все элементы массива. Так произойдет, если длина входных векторов не кратна числу нитей в блоке. В подобном случае, в последнем блоке окажутся нити, которым нечего делать, поэтому они ничего и не запишут в кэш. Каждый поток вычисляет частичную сумму произведений соответственных элементов векторов А и В. Дальше, дойдя до конца массива, нить сохраняет вычисленную сумму в кэше. Вот здесь мы вычисляем произведение двух векторов, дальше шагаем. С этим шагом мы уже разбирались. Ну и дальше сохраняем все в кэше. Теперь мы должны просуммировать все значения, находящиеся в массиве кэш. Вот вот здесь. Для этого необходимо, чтобы какие-то нити прочитали эти значения. Однако, как отмечалось выше, это опасная ситуация. Необходимо как-то гарантировать, что все операции записи в разделяемый массив кэш завершатся до того, как кто-то попытается его прочитать. Ну и к счастью, такой механизм существует. Вот такая функция Sync Threads. Это мы синхронизируем все нити в одном блоке. То есть для каждого блока много нитей. Так вот, для этого блока происходит синхронизация нитей. Этот вызов, вот этот вызов, гарантирует, что все нити в блоке закончат выполнять команды, предшествующие Sync Thread. То есть, все нити завершат выполнение вот этой вот команды. То есть, и вот этот вызов это гарантирует. То есть, когда все нити в блоке завершат выполнение вот этого всего, пойдет все дальше. Так вот, еще раз, да? Этот вызов гарантирует, что все нити в блоке закончат выполнять команды, предшествующие этому вызову. До того, как аппаратура разрешит выполнить следующую команду в какой-нибудь нити. То есть, соответственно, это нам и нужно. Теперь мы знаем, что когда первая нить выполнит первую команду после обращения к Sync Thread, все остальные нити также дошли до Sync Thread. То есть, когда первая нить, повторяю, начнет выполнять вот это, то мы уже знаем, что все остальные нити в этом блоке выполнили вот этот участок кома. Теперь, когда временный кэш гарантированно заполнен, мы можем просуммировать находящиеся в нем значения. Процедура, в результате которой из входного массива получается массив меньшего размера, называется редукцией. Редукция так часто встречается в параллельном программировании, что для нее было придумано специальное название. Наивный способ выполнить редукцию заключается в том, чтобы выделить одну нить, которая обойдет массив разделяемой памяти и вычислит его в сумму. Это займет время пропорциональной длине массива. Поначалу приведенный ниже код может показаться запутанным. Вот этот код. Он может вам показаться запутанным. Ну и скорее всего он запутанный. Сейчас будем разбирать. Идея в том, что каждая нить складывает два значения, находящихся в массиве кэш. В этом массиве. И помещает результат снова в кэш. Что мы видим? Первый элемент массива плюс следующий элемент массива. И вон туда же мы и помещаем. Поскольку при этом два элемента объединяются в один, то по завершению данного шага количество элементов в массиве уменьшится вдвое. На следующем шаге та же операция применяется к оставшейся половине. Как мы видим, у нас количество итераций делится на два. То есть берем длину эту всю и массива, скажем так, и погнали. Продолжая в том же духе, мы за логарифм двойки от thread per blocks шагов вычислим сумму всех элементов массива кэш. В нашем случае блок содержит 256 нитей. Поэтому для редуцирования 256 элементов массива кэш, вот этого массива, в единственное значение суммы потребуется 8 итераций. То есть, надеюсь, уже вот это все прояснилось. Сейчас пойдем дальше. Итак, смотрите, на первом шаге и будет равна половине threads per block. Ну вот в данном случае мы делим на два. Берем ширину размерной... Блин, заговариваюсь уже. Значение размерности массива делим на два. То есть по факту это и равно половине threads per block, то есть количество нитей на блок. Мы хотим, чтобы работали лишь нити с индексами, меньшими этого значения. Поэтому складываем элементы массива кэш. Только если индекс нити меньше и. Вот мы смотрим индекс нити. Если он меньше и, то складываем. Так, каждая нить берет из массива кэш два элемента. Индекс. Первого совпадает с ее индексом. А индекс второго смещен относительно ее индекса на i. И вычисляет их сумму и помещает результат обратно в кэш. Предположим, что в кэше было 8 элементов. Тогда i равно 8. Так, как бы, где бы его записать. Где бы и как бы, да? Ну, давайте я вот так вот, а потом я, наверное, удалю. Предположим, в кэше было 8 элементов. 8. Тогда i равно 4. Так вот, i равно у нас 4. И следуя этой формуле, да? Кэш, кэш, кэш. Кэш индекс. Ну, это у нас номер нити мы берем. И сейчас это пропускаем. Так вот, как же вот здесь складывается, да? i равно 4. Смотрите. Не, хотя давайте я вот это дело вы сейчас нажмите на паузу. И на бумажке просто сделать вектор в массиве из 8 элементов. И попробуйте даже без этого просто вот так вот редуцировать, суммировать этот вектор. То есть вы сейчас видите, конечно же, еще картинку. Это один шаг суммирования путем редукции. Вот как раз для примера, для примера вектора с количеством элементов равно 8. Вот, то есть чтобы я здесь сейчас не писал и не тратил время, вы сейчас нажмите на паузу, сделайте это и спускайте с паузы, и мы продолжим. После того, как шаг завершен, мы сталкиваемся с той же ситуацией, что при вычислении попарных произведений. Прежде чем читать значение только что помещенного в кэш, необходимо убедиться, что все нити, которые должны были что-то записать в кэш, сделали это. Вызов Sync Threads. После присваивания гарантируют, что все нити уже выполнили вот это условие. Ну, то есть вот эти операции. При выходе из цикла while в каждом блоке остается всего одно число. То есть понимаете, в каждом блоке остается одно число, а блоков этих может быть много. Оно находится в первом элементе массива кэш и является суммой попарных произведений, вычисленных нитями из этого блока. Мы сохраняем это единственное значение в глобальной памяти и завершаем дедро. Вот. Почему запись в глобальную память производит только нить, для которой кэш индекс равно нулю? Так ведь число только одно, поэтому для его сохранения хватит и одной нити. Конечно, мы могли бы выполнить эту операцию в каждой нити, и программа бы работала правильно. Но это лишь создает ненужный трафик между процессором и памятью. Для простоты мы выбрали нить с индексом 0, хотя могли бы взять любую другую. То есть поняли, да? Это для простоты сделано и для уменьшения этого трафика. То есть по факту есть блок, в этом блоке много нити, которые выполняются. Соответственно, все, то есть вот здесь уже все будет посчитано, вот этот цикл закончен, и в первом элементе массива уже будет вычисленное значение. И куда нам его записывать, как бы особо не важно. В данном случае был выбран нить с индексом 0. Вот так. Поскольку каждый блок записывает ровно одно значение в глобальный массив, ничто не мешает его записать в элемент с индексом блок id.x. Ну а для нити нулевой, для самой первой. Теперь у нас имеется массив, вот этот си, да? Массив. Что это за массив? Ну это вот тот третий массив. Так вот, теперь у нас имеется массив си, в каждом элементе которого находится частичная сумма, вычисленная одним из параллельных блоков. На последнем шаге вычисления скалярного произведения мы должны просуммировать эти элементы. Хотя скалярное произведение ничего не вычислено до конца, мы в этот момент выходим из ядра. Вот, то есть в этом ядро, мы выходим из ядра, но мы понимаем, да, что окончательно еще скалярное произведение не вычислено. Так, выходим из ядра. После того, как мы выходим из ядра, мы возвращаем управление центральному процессору. Так, центральному процессору. Где она? Вот. Вот, наше ядро закончено. И мы передаем выполнение управления центральному процессору. Почему же мы так поступаем? Выше было сказано, что операция, подобное скалярному произведению, называется редукцией. Смысл названия в том, что на выходе получается меньше элементов данных, чем на входе. В случае скалярного произведения на выходе получается ровно одно значение, независимо от размера входных векторов. Оказывается, что массивно параллельная машина, которая является ГПУ, будет просто впустую тратить ресурсы, выполняя последний шаг редукции, потому что размер набора данных в этот момент слишком мал. Трудновато занять 480 или 1000, к примеру, арифметических устройств, ну или ядер, сложением 32 чисел. Ну да, это довольно-таки трудно сделать. Поэтому мы возвращаем управление центральному процессору, оставляя ему последний шаг вычисления суммирования элементов массива C или C. Вот он. В более серьезном приложении ГПУ мог бы начать вычисление следующего скалярного произведения или заняться еще чем-нибудь полезным. Но в этом примере работа ГПУ закончена. При рассмотрении данного примера мы нарушили традицию и сразу перешли к ядру. Надеемся, что у вас не возникло трудностей с пониманием той части тела main, которая предшествует вызову ядру. Ну вот, вот этой части. То есть здесь уже должна быть для вас вот эта все рутина. выделить память, выделить память на... Дальше скопировать на устройство память и все такое. То есть здесь мы выделяем память на устройство. То есть здесь мы выделяем память на ЦПУ на центральном процессоре, здесь выделяем память на устройство. Дальше мы заполняем массив данными дальше копируем эти массивы на устройство вот на устройство дальше выполняем учисления дальше выполняем копирование из устройства на центральный процесс так 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 несмотря на то что большая часть этого кода уже стала общим местом мы все же становимся на вычислении числа запускаемых блоков мы говорили о том что скалярное произведение это частный случай редукции и что каждый запущенный блок вычисляет частичную сумму длина списка частичных сумм должна быть с одной стороны достаточно мало чтобы не перегружать центральный процессор а с другой стороны достаточно велика чтобы занять работой даже самый быстрый графический процессор в этом случае мы выбрали 32 блока хотя это тот случай когда при другом выборе производительность может как повысится так и снизится в зависимости от соотношения скоростей центрального процессора и графического процесса то здесь было выбрано 32 блока и по двести пятьдесят шесть нитей в каждом хотя можно было бы вы понимаете выбрать и больше и меньше но что если входной список очень короткий и 32 блока по 256 нитей в каждом слишком много если имеется n элементов данных то для вычисления скалярного произведения понадобится только n нитей таким образом мы должны выбрать наименьшее число кратное thread pair блок но с этой формулой вы тоже уже знакомы вот с этой то есть мы выбираем 32 блока и вычисляем сколько нитей для каждого блока так вот способ способ с подобной ситуации мы уже встречались при сложении векторов в данном случае искомая величина вычисляется по формуле n плюс количество нитей на один блок минус 1 и делим на количество нитей на блок это весьма распространенный прием при работе с целыми числами поэтому имеет смысл запомнить его даже если большую часть времени вы пишете программы не имеющие отношения к кудаси и так количество запускаемых блоков должно быть равно минимуму из двух чисел 32 или вот этому числу теперь должно быть понятно откуда взялся коду в функции мейн где-то 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 вот вот этот код то есть это понятно я думаю ну индекс вот этот и все такое после завершения ядра нам еще предстоит сумеру просуммировать частичные результаты но сначала необходимо скопировать эти результаты память центрального процессора так память центрального процессора вот вот здесь мы выделяли память как вы видите блок пар грит а это переменная вычислялась вот здесь то есть мы уже примерно знали ну не знали мы вычислили размер выходного массива то есть куда мы будем это складывать сколько блоков до сколько блоков будет ну минимально или это короче об этом я уже говорил так 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 и наконец 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 то есть к этому мы опять вернулись но это я думаю понятно да было возможно непонятно вот это значение вот это то мы только что разобрали итак наконец мы проверяем правильность вычисления и освобождаем память выделенную на gpu и cpu так где тут правильность проверяется не вижу но где выделяется по освобождается память на графическом процессоре центральном видно так по поводу вот проверяется правильность проверить результаты просто поскольку мы заполнили входные массивы вполне определенными данными а если помните в массив а были записаны целые числа от 0 до n минус 1 а в б просто 2 умножить на а вот то то скалярное произведение равно удвоенной сумме квадрантов целых чисел от 0 до n минус 1 и вот вот это вот формула вот она соответственно какая проверка если мы выполним код у нас должны слева и справа значение совпадать но еще немного о о sing threads давайте 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 уже как бы заканчиваем но давайте немного еще об этой вот функции мы лишь мимоходом упомянули второй вызов sing thread то есть первый вызов был вот здесь а теперь вот тут второй вызов задача о вычислении скалярного произведения да а теперь присмотримся к нему внимательно и попробуем кое-что улучшить как вы помните второй вызов sing thread вот я его сейчас выделил нужен потому что мы обновили массив кэш в разделяемой памяти и хотим чтобы изменения были видны всем нитям на следующей итерации цикла обратите внимание что массив кэш изменяется только если кэш индекс меньше и так как кэш индекс ничто иное как thread id x это означает что лишь часть нити не все нити а только часть нитей изменяют элементы в разделяемом кэше поскольку смысл thread sing threads в том чтобы изменить изменения гарантированно прошли до последующей обработки то вроде бы скорость работы должна увеличиться если ждать только те нити которые действительно пишут в разделяемую память чтобы реализовать это изменение достаточно перенести синхронизацию внутрь и фон ну типа чтобы работали чтобы ждать только те нити которые действительно работают вот вот так увы это героическая попытка оптимизации не работает больше того ситуация стала только хуже давайте посмотрим насколько она стала хуже где тут билд клин давайте а чё нету билд чё-то я уже ничего не вижу ладно запустим чё работает нет где-то рыбил до а вот билд project и попробуем запустить хмы 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 сработало сработало но возможно это тогда еще или я не пересобрал короче идем дальше но у меня сработало наверно на старом устройстве не сработало почему сработало а потому что потому что возможно я не пересобрал а ну-ка он не пересобирается ладно так вот по поводу этого сингтреда то есть здесь гельное замечание так вот что может быть если мы если мы заиграемся с этим сингтред чтобы на этот чтобы ответить на этот вопрос поставьте себя на место нити выполняющийся послед выполняющий последовательность команд все нити выполняют одни и те же команды но с разными данными но что случится если некоторая команда выполняется условно например в предложении их когда ее будет выполнять не каждая нить пусть к примеру ядро содержит такой фрагмент кода так давайте к примеру я напишу ядро содержит такой фрагмент кода инт май вар равно ноль и если трет айди и x точка x 2 то равно давайте вот так вот так и выделим вот это так вот к примеру ядро содержит такой фрагмент кода где некоторую переменную изменяет лишь нити с нечетными индексами индексами выделенную строку будут обновлять только нити с нечетными индексами потому что четные индексы не будут удовлетворять этому условию пока нечетные нити выполняют эту команду четные не делают ничего ситуация когда одни нити выполняют некоторую команду а другие нет называется расхождением нитей при нормальных обстоятельствах наличие расходящихся ветвей просто приводит к тому что некоторые нити простаивают пока другие выполняют команды находящиеся внутри ветви но в случае с синк трет результат может оказаться трагическим архитектура куда гарантирует что ни одна нить не начнет выполнять команду следующую за синк трет пока все нити в этом блоке не выполнят синк трет к несчастью если вызов синк трет находится в расходящейся ветви ветви то некоторые нити никогда не дойдут до него но так как ни одна команда после синк трет не может быть выполнена пока все нити не выполнят синк трет то аппаратура будет ждать эти нити и ждать ждать вечно именно такая ситуация возникла у авторов книги у меня почему-то не возникло но могу сказать что у меня на этом ноутбуке ну на котором там это видеокарта ну хорошая новая видеокарта у меня и не было проблемы когда я попытался сделать printf в ядре на старом ноуте в котором там видеокарта старая там всего лишь 48 ядер то попытка сделать printf привела там к падению программы ну короче к ошибке то есть я просто предполагаю что ну так как книга старая что вот эта проблема была так скажем так по фикшена тут ну исправлена может быть менеджер следит что все нити завершились и может быть он отмечает что для каких-то номеров нити ну оптимизатор да он четко там видит что ага синк трет тут вообще не ну не будет выполняться ну не будет ожидания ну короче и он игнорирует может быть но у авторов висела попробуйте у вас если у вас будет висеть то вы эту проблему увидите ну вернуть предыдущий кусок кода когда мы только в ифе но мораль следующая как бы в любом случае с этим играться не стоит всегда нужно понимать что если мы делаем синк трет то каждая нить должна это сделать потому что если хоть одна нить ну в самом плохом варианте вследствие с расхождениями да то вот как это было названо расхождение нитей пойдет как это называлось да да расхождение нитей то соответственно все будут ждать к примеру одну нить у которой почему-то в ифе ну вот здесь было в ифе у нас синк трет делался а в каких-то нитях не делался соответственно одни нити вы ждать другие и в результате программа будет висеть поэтому очень будьте внимательны то есть мораль всей басни такова что синк трет действие действенное средство позволяющие гарантировать правильную работу массивно параллельного приложения но обращаться с ним нужно с осторожностью не забывая о возможных нежелательных последствиях вот ну на сегодня все надеюсь вам что-то уже стало ясно ну я по чуть-чуть начинаю вкуривать да там ну понимаем получше уже это все поэтому я думаю вместе на мы совсем разберемся и где-то у нас будет очередной такой маленький level up ну то есть галочка что мы уже знакомы с технологией кудаси не являемся программистами под программистами от этих но уже знакомые и уже что-то даже можем попробовать написать ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки и комментируем всем пока